всем привет вы находитесь на канале захотеть похудеть и на своем канале я делюсь опытом моего похудения на 30 килограмм и так что сегодня вы можете посмотреть в этом сюжете я думаю что данное видео будет интересно наверно больше тем кто только пришел к тому чтобы начать режим питания в интервальном голодании и кто в принципе с этим методом не совсем знаком и так я расскажу с чего я начинала как я подготавливалась к интервальному голоданию затем я отвечу на вопрос который вы мне задавали уже неоднократно возможно ли менять интервалы понедельно об этом я расскажу немножко позже и естественно я с вами поделюсь своим результатом после первой недели интервального голодания и так почему я решила перейти из диет которые мне назначали диетологи почему я остановила диету дюкан и перешла именно на этот режим питания если вернуться немножко назад это примерно год прошел после того как я нахожусь на этом режиме питания у меня был такой период я думаю что такое состояние такой легкой наверное депрессии наступает практически у всех людей которые длительное время борются с лишним весом и результат их не удовлетворяет а собственно говоря что со мной происходило конечно я уже год назад не весила 85 или 80 килограмм но мой вес колебался от отметки в общем была такая вот фаза от 60 до 70 если грубо говоря но в основном я старалась держаться 62 67 килограмм мне хотелось похудеть еще и да я худела я набирала в общем обычная история знакомая многим из вас и я искала все способы я искала все методы я ну в общем мне хотелось действительно похудеть и я для себя поставила цель это сделать возможно еще знаете как сыграла сыграла отношение моего мужа к этому вопросу потому что он мне сказал одну фразу которая меня наверное это была последняя капля он мне говорит ну что ты так ну типа убиваешься но что ты так переживаешь ну да ну немного полненькая но я жму типа тебя не бросаю самое главное лишь бы здоровая была и вот это вот меня знаете как думаю но ничего себе он уже меня жалеть начинает как бы и вот это вот наверное какие-то я сама лев по гороскопу и наверное вот эти вот какие-то львиные качества взыграли я решила во что бы то ни стало я добьюсь того чего я хочу и так девочки но это такое небольшое предисловие чтобы как-то вас ну поднять ваш дух и какая-то чтобы была мотивация что не так у меня все было легко и просто не так вот я раз-два и быстренько быстренько в общем похудела и так девочки а с чего начать я решила прежде чем начать любую диету я это повторяла и повторяю проверьте свои анализы проконсультируйтесь с доктором затем подготовьте свой организм если не будет никаких противопоказаний то нужно что сделать в общем я прочитала очень много информации я посмотрела нескольких блогеров на youtube в общем создала для себя такую некую картинку по вернее даже не картинку а такой график как что нужно делать в общем меня все было по ступенечкам я человек очень скрупулезный я к любому начинанию неизвестному для меня подхожу очень тщательно и сначала изучаю этот вопрос и только потом приступаю к действиям и так два дня перед тем как начать интервальное голодание потому что я для себя выбрала драконовский метод то есть у меня было практически на в первом месяце у меня было интервальное голодание такое жесткое практически 20 на 4 то есть но у меня было немножко больше 19 на 5 я в 12 у меня был первый прием пищи и в 19 последний и скажу вам сейчас уже нечего скрывать у меня частенько последний прием пищи был 18 часов то есть у меня практически было 20 на 4 и так перед тем как перейти на такое ограниченный режим приема пищи то есть пищевое окно достаточно такое в жестких рамках у меня было я два дня решила сесть на супы то есть один день я ела утром стакан теплой воды потом мой любимый кофе и обычно где-то наверное часов 10 было ну вот такое вот время я наливала тарелку супа суп у меня был самый обычный сваренный на куриной грудке и немного было добавлено картофеля вермишели морковки лучка на общем девчонки ничего сверх естественного самый обычный суп с вермишелью но не на свинине без зажарки без шкварок естественно исключила вообще хлеб исключила фрукты овощи просто вот целый день у меня был ну как целый день сколько я наверно три раза у меня было три раза три тарелочки такого супа и притом эти тарелочки были маленькими примерно где-то 150 миллилитров супа находилась каждой тарелки и я так провела день пила очень много воды это было где-то наверное конец августа начало сентября и в принципе ну как бы это прошло легко потому что было жарко есть особо не хотелось почему я сейчас и говорю о том что девочки лето самый тот период когда если вы еще не на интервальном голодании но планируете похудеть сейчас это сделать начать лучше всего и второй день у меня был опять же теплая вода с утра опять кофе но был суп такой же но с гречкой не борщ а именно я решила что-то вот такое вот ну чтобы были какие-то сложные углеводы но в то же время был куриный бульон и никакого никаких булочек никаких конфеток никаких даже не ни одного фрукта не было в общем два дня только супы девочки и потом на третий день когда я уже решила первый день моего интервального голодания я приверженец и по состоянию здоровья как бы я придерживаюсь белково-овощной диеты с небольшим добавлением сложных углеводов но у меня в основном основа моего режима питания это нежирное мясо курица говядина и плюс естественно рыба много овощей фрукты в ограниченных количествах но а я их не исключаю и совсем немного сложных углеводов для того чтобы был нормальный обмен веществ ну и что вы думаете первый день так сказать голодание который первый прием пищи у меня был в 12 часов начинала я опять же со своего стакана теплой воды плюс потом 2 у меня наверное может быть даже было и 3 чашечки кофе но кофе без сахара без молока и в 12 часов у меня был первый прием пищи я готовила как сейчас помню я готовила куриную грудку рецепт кстати есть на вот этом канале если хотите зайдите посмотрите это очень вкусно готовила куриную грудку фаршированную шпинатом в общем она запекается вместе со шпинатом с кабачками и у меня был вот это вот такой вот обед плюс две столовые ложки ну где-то примерно вот так вот 60 грамм две столовые ложки уже готового продукта риса потом был у меня йогурт и кажется все на перекус яблоко и на ужин у меня была запеченная рыба с овощами так что вы думаете вот этот вот первый день голодания для меня показался честное слово обжорством потому что два дня на супах это было действительно ну знаете честно говоря голодновато и потом протеиново овощная диета но в рамках пищевого окна с 12 до 19 плюс 2 литра воды я пила много травяных чаев в общем делала водичку в течение дня потому что жарко добавляла туда имбирь лимон немножко меда ну в общем вот такие вот у меня были напитки я просто вам рассказываю честно все как есть что если вы решили начать делайте так и вы сто процентов похудеете и девочки вот таким вот образом я питалась неделю потом немножечко я стала туда вводить уже ну конечно немножко больше у меня стали появляться какие-то фрукты какие-то ну немножко стала я там не просто все это запекать и готовить на пару даже стала позволять себе кое-что и поджарить конечно я стараюсь жарить в основном если мясо то на гриле но были и котлеты было и жаркое в общем продукты добавлялись и следующее вот о чем пока я не забыла потому что я сейчас могу быстренько перескочить на то сколько я потеряла потому что результат был просто потрясающим но немножко позже давайте я сейчас отвечу на вопрос потому что многие его задают очень много работающих женщин которые работают посменно и у меня уже несколько девочек в комментариях написали как быть если вот у меня одна неделя я работаю в первую смену я встаю в 5 утра и как бы до 12 если я не поем то я загнусь на работе и это но это естественно голодный человек он не работник и можно ли вот одну неделю у меня будет пищевое окно там ну например с 6 или там 7 утра и там до апрель до 15 например и дня и в следующую неделю будет это пищевое окно наоборот сдвигаться я не буду завтракать там первый прием пищи будет там в 14 часов и заканчиваться там в 19 или в 20 потому что вторая смена и как бы ну на работе все едят и в общем возможно ли это девочки скажу так по моему опыту у меня было то же самое когда я в феврале ездила в гости к маме и естественно когда ты приезжаешь ты ходишь в гости к тебе гости приходят ты ходишь там где-то покушать в кафе в ресторане и графика меняется и я себе что делала чтобы не отказывать себе в удовольствие чтобы поужинать с друзьями которых я вижу не очень часто естественно я свое пищевое окно сдвинула то есть у меня первый прием пищи начинался позже где-то в 14 часов с утра до 14 я не ела я только пила воду или кофе и первый прием пищи у меня был ну где-то 13 30 14 и последний мог затянуться даже ну вернее как пищевое окно могло затянуться даже до 9 до 10 вечера для себя каких-либо изменений я не заметила я не набрала ни накануне капельки и даже у меня даже происходил период небольшого похудения там 500 400 грамм немного потому что я сейчас стараюсь не худеть больше меня устраивает мой вес меня устраивает мое самочувствие я просто хочу удержать мой результат и также я посмотрела очень много публикаций я нигде не нашла опровержение что как бы пищевое окно нельзя сдвигать что если ты начал с 10 до 18 тот и и год должен на нем сидеть вот именно в этом периоде и никак не менять и как я уже сказала из моего опыта девочки никакого ухудшения я не заметила так что если хотите можете попробовать если мне не верите попробуйте и сами посмотрите для меня как бы в этом проблемы не было я меняла ну и давайте уже в заключении дойду к тому результат я когда взвесилась вы знаете я уже говорила что за первый месяц интервального голодания я потеряла 7 килограмм и внимание девчонки 4 из них были потеряны на первой неделе интервального голодания когда я взвесилась и я увидела цифру я в общем ушла с весов я снова встала думаю может у меня с весами что-то не в порядке потому что даже такого результата не было и на диете дюкан на стадии атака был отвес намного меньше и что я могу сказать наверное конечно сыграл меня этот результат у меня потряс ну как говорится потрясающий и в прямом и в переносном смысле слова во первых это была такая жуткая мотивация продолжать дальше во вторых ну знаете как когда ты что-то делаешь и ты видишь действительно такого такой высокий результат тебе хочется продолжать и я не чувствовала себя плохо я не чувствовала себя тому ну как-то вот знаете какую-то там ну что вялость или слабость это появилось немножко позже но девочки остальные вот за остальные три недели по что я худела месяц и даже еще больше скажу эти четыре килограмма ушли не за семь дней а за шесть потому что взвешивалась я не на следующий понедельник а воскресенье утром я не дотерпела и остальные три килограмма уж уходили у меня уже медленно уходили уже вот вторая неделя была минус килограмм 3 минус килограмм и четвертая минус килограмм как бы уже такого резкого скачка не было ну наверное это еще и сыграло то что я перешла на вот такое вот ну окно слишком короткий интервал был естественно я не враг своему здоровью когда я уже увидела что начинается вечером появляться слабость и начинается какое-то ну вот такое вот состояние естественно я окно расширила и сделала его уже второй месяц интервального голодания у меня был с 10 до 18 поэт потому что девчонки как ни крути как бы тебе не хотелось нарядиться там в какие-то платья как бы там тебе не хотелось покрасоваться красивым животиком ножками и всем остальным здоровья всегда дороже и поэтому я для себя решила пусть я буду дальше худеть медленно медленнее не по 4 килограмма за неделю потому что это вредно для здоровья но в общем я решила для себя что здоровья намного важнее и темпы нужно немножечко убавить так ну девчонки вот такая вот моя история результат недели похудения на интервальном голодании минус 4 килограмма пищевое окно было с 12 до 19 и питание было в основном состояло меню из белку белково овощной диеты плюс небольшое добавление сложных углеводов хлеб был исключен но я включила вот такие вот галеты которые намного полезнее для здоровья их я уже многократно показывала и но они они сухие они не делают там какие-то процессы брожения в кишечнике ну в общем это диетический продукт и очень 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 полезный так ну на сегодня я заканчиваю пишите ваши вопросы делитесь своим опытом похудения делитесь какими-то возможно своими советами давайте потому что мне нравится когда мы общаемся именно происходит вот такой вот диалог потому что и что-то я вам даю из своего опыта что-то вы даете и когда когда мы вот так вот читаем комментарии когда мы общаемся в комментариях конечно происходит вот такой вот объемную обмен информацией очень для нас всех полезный все мои хорошие желаю всем быстрого беспроблемного похудения хорошего настроения и жду вас на своем канале захотеть похудеть в моем новом видео пока пока